Донбасс Реалий 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 а также роддом, который рассчитан не только на помощь женщинам этого города, но и на весь регион, а также детская поликлиника и больница, они, безусловно, будут отстроены до 1 сентября. Ирина, скажите, какая ситуация сейчас с водоснабжением и с электроэнергией в городе Славянск? Очень важно, что на сегодняшний день отремонтированы фактически все линии электропередач. Эти ремонтные работы, они больше недели происходили. Почему? Потому что на самом деле все подступы к поломкам были заминированы. И в Славянске даже сегодня, через неделю после освобождения от террористов и бандитов, работает 16 саперных групп, которые шаг по шагу освобождают здания, освобождают объекты инфраструктуры от мин, от тех возможных растяжек и так далее, которые могут составить опасность для мирных граждан. Сейчас нет света в центральной части города Славянск. Журналист вчера снял центральную площадь, она все темная. Безусловно, потому что начали освещение ремонтировать с окраин, потому что там работают эти саперные группы. Именно окраины больше всего пострадали от террористов. И согласно технической документации, техническим возможностям, ремонтные работы идут от районов к центру. Работа по полному ремонту инфраструктуры должна закончиться до конца этой недели. А что с транспортным сообщением? Славянск сейчас можно добраться и по городу как перебежать? Вы знаете, уже отновлена первая электричка, которая заработала 9 июля, буквально через 3 дня после освобождения города. В самом городе уже работают несколько маршрутов. В то время, когда я находилась в Славянске, были пущены первые 3 линии маршруток по городу. Две межрайонные и две междугородские. Президентом Украины назначен руководитель Славянска. Это человек, который зарекомендовал себя как патриот. Буквально перед нашим с вами общением я получила информацию от местных учителей о том, что пока что еще не выплачены зарплаты учителям. Пенсионеры начали получать пенсии. Но мы понимаем, что постепенно очень еще происходят выплаты социальных тех задолженностей, которые накопились за 2 месяца, пока не работало казначейство. Мы уверены, что до конца этой недели будут закрыты выплаты социальные бюджетникам, работникам здравоохранения, работникам образования, которые не могли получать их из-за заблокированных счетов казначейства. Выборы в местные советы в Славянске и мэра состоятся? Когда мы освободим эти города от бандитов, безусловно, там должны состояться местные выборы. Президент Украины считает, что оптимальный вариант проведения выборов в местные советы должен совпасть с проведением досрочных выборов в Верховную Раду Украины, которая на сегодня тоже дискредитирована и во многом причатна к этой ситуации по расколу страны. И это должно состояться осенью, не позднее 30 октября 2014 года. Как вы думаете, бывший так называемый мэр Пономарев Славянска и члены коммунистической партии, которые активно каждый день выступали на местном захваченном телеканале, сейчас вдруг исчезли из информационного пространства? Неужели их перестала беспокоить судьба своего города? Безусловно. На самом деле это такая интересная закономерность, что как только из города какого-то захваченного бандитами убегают террористы и вот эти наемники с оружием, там сразу исчезает коммунистическая партия, российские СМИ, которые просто несут откровенную чушь и просто страшную, страшную лживую пропаганду. Вы знаете, я была несколько дней там, и просто видно, как каждый день город становится все более оживленным, люди выходят на центральную площадь, они не только там получали гуманитарную помощь, но уже общались, обменивались мнениями. Вот мои ощущения такие. 60% славянцев, они поддерживают искренне центральную власть, они понимают, что находились в плену какой-то этой информационной, просто пелены какого-то иго информационного, куда их затягивала пропаганда страшная, в том числе и чужой страны. 30% людей, мне кажется, с недоверием пока что смотрят, присматриваются к Киеву. 10% это очень агрессивно настроенные люди, которые не воспринимают действия центральной власти. Однако, мне кажется, демократия в том и состоит, чтобы стопроцентного единодушия не бывает, но нужно искать этот диалог, нужно находить его. И вот вы знаете, в те дни, когда я бывала в Славянске, туда приезжали депутаты от очень многих политических сил. Смешно, но славянцы видели, например, представителей партии «Свобода», которые были в своих фирменных футболках с надписью. Ну, они там как-то общались по-разному очень. Однако, с такой агрессией, с которой жители Славянска изгнали из этой площади представителя партии регионов, господина Левченко, с криками, что вы привели сюда войну, уходите, мы не хотим вас видеть. Это была оценка, по большому счету, очень мудрых людей, которые разбираются сегодня в ситуации, что произошло, как произошло, кто подталкивал к этому конфликту, безусловно, не внутреннему, а извне, инспирированному в Украине. Но российские вот эти наемники, они имели тут очень серьезную пятую колонну. Это была и партия регионов, и коммунисты. И если Левченко хотя бы посмел приехать в Славянск, то коммунистов там никого не было. Вот я видела там представителей всех партий «Удара», которого представляю я, «Батькивщины», «Свободы», знаете, там какие-то внепарламентские партии, там не было только коммунистов. Я боюсь, что они физически боятся появиться в Славянск, потому что они знают, что жители этого города, пережившие ад, прекрасно знают, кто подталкивал их город, очень симпатичный, очень зеленый, очень красивый, который находится рядом с прекрасным монастырем, и который может стать одним из таких туристических центров Украины. Так вот, были те люди, те политические силы, которые хотели привести туда войну. Украинской власти в ближайшее время будет сформирован специальный план помощи этим регионам, для того, чтобы предоставить такие вот свои решения, того, как помочь с жильем тем жителям окраин Славянска, или там есть несколько жилых домов, которые пострадали в самом центре, людям, которые потеряли жилье, как им помочь его ведруды-то отстроить, и просто забыть обо всей этой истории. Представители украинских и международных средств массовой информации вернулись в Славянск. За время, когда город был захвачен вооруженными сепаратистами, журналисты были вынуждены покинуть населенный пункт ввиду постоянных угроз со стороны представителей так называемого народного мэра. Сейчас в городе снова работают журналисты, они так описывают происходящее в Славянске. Боевики оставили о себе недобрую память. Минные поля развалены и распри, пишут журналисты журнала «Новое время». По всему городу оборваны линии проводов, воронки на асфальте, дворы и улицы изрыты блиндажами, разрушены школы, магазины, целые здания, детский дом, научно-исследовательский институт. В российских средствах массовой информации совершенно иначе подают информацию. Например, Первый канал сообщил о казни ребенка на главной площади освобожденного Славянска. Как Иисуса на доску гаврини прибыли. Эта информация, по данным журналиста Донбасс Реалии, который работает в городе, вызвала волну возмущения среди местных жителей. Все как один утверждают, что заявление о казни ребенка – откровенная ложь. Что же на самом деле происходит сегодня в Славянске? Какое состояние города, знает наш корреспондент оттуда. Прошло несколько месяцев с момента, как здесь, в зоне АТО, местное население блокировало колонны украинских военных, называло их фашистами и требовало переходить на сторону народа. Теперь, когда войска заняли Славянск и установили над зданием горсовета синий-желтый флаг, протестующих не нашлось. Непродолжительное правление в городе представителей, так называемое ДНР, изменило отношение людей к солдатам в украинской форме. Некоторые пенсионеры, которым лет по 70, по 80, на взгляд, некоторые плачут, у нас у самих слезы наворачиваются. Мы однозначно с народом, и мы хотим мира. На этом положительные изменения в городе заканчиваются. Инфраструктура или остановилась, или уничтожена. Яркий пример – вода. Ее в кранах, квартир нет. Зато в разных точках города можно наткнуться на группы людей с ведрами, бутылками и канистрами в руках. Именно так сейчас выглядит водоснабжение в Славянске. Мария Петровна с подругой не могут стоять в общей очереди. Возраст, говорят, уже не позволяет. А чтобы готовить, стирать вещи или хотя бы время от времени мыться, нужно по пять раз в день приходить к колонке во дворе. Я вот две бутылки пятилитровые я могу поднести. Ведро, оно, конечно, тяжелее, то эмалированное. Так я беру пластмассовые две бутылочки пятилитровые. И вот это я и могу поднять. И то это очень, конечно, трудно у меня, давление высокое. Менее масштабные последствия сепаратистской власти удается решать быстрее. Так в городе уже начали разбирать баррикады и блокпосты, которыми были усеяны улицы Славянска. То же касается и мобильной связи. Не так давно в городе опять появилась возможность звонить. Но пока не везде и не каждому. Илья только что вернулся с семьей домой и пытается набрать мать. Нет, не получается. Напрямок привантажено. Попытка номер два. С номера другого оператора. Ну, в общем, у нас все нормально. Не так давно удается исходить в Славянске за покупками. Долгое время в городе не было никакой торговли. И хотя магазины, которые уже заработали редкость, после восстановления выплаты пенсии в них снова многолюдно. Ну, все есть. Вот зайдите, все есть. Гречка там, ну, яичко. Ну, мясо есть. Колбаса, как и хочешь. И копченый сыр, копченый овощи. Все вот. Помидоры, огурцы, кабачки, картоши. Ну, все на свете есть. Электричество появилось лишь частично в городе. В любом случае люди возвращаются к ранее оставленным домам. Там, где были повреждения от обстрелов, начинают разбирать завалы и наводить порядок. Хотя, рассказывают, далеко не все соседи смогли дождаться этого момента. Я говорю, мы были с подругой, сидели вот с соседкой, сидели на скамейке как раз. Бах-бах, ну, далеко, ну, сидим же, уже надоело, в комнате ничего нету. Потом, как, такой, вот знаете, как гром, как гром с треском. И вот женщина на третьем этаже, ее забрали. Она собиралась уезжать, все, попрощала с нами, подошла. И вот в этот же вечер, это ее, скоро забрала сюда, приехали, ее забрали. В восстановлении нормальной жизни на Донбассе обойдется государству минимум в 8 миллиардов гривен. Именно такую сумму озвучил премьер. Сейчас же здесь остается еще множество нерешенных вопросов, начиная от потерянных рабочих мест и заканчивая вывозом мусора. Однако почти единогласно в Славянске говорят, главное достижение первой недели без сепаратистов – сон. Ведь по ночам в городе теперь не стреляют. Левкостег для Донбасс Реалии, Радио Свобода. В Славянске больше нет флагов вымышленной Донецкой Народной Республики, а ее лидеры сбежали оттуда, так и не обеспечив жителям исполнение своих обещаний о социальной справедливости и равенстве возможностей. Нет сейчас там и коммунистов, и членов партии Ветренко, которые во время оккупации Славянска вооруженными сепаратистами развернули в городе политическую работу. Пропал в неизвестном направлении так называемый мэр Славянска Вячеслав Пономарев, который на протяжении апреля-мая почти ежедневно раздавал пресс-конференции избранным журналистам в сессионном зале Горсовета, а в подвале находились десятки заложников. Не хотят представители ДНР и сочувствующих идеям сепаратизма политических сил помочь Славянску восстановиться. Оставили горожан один на один с гуманитарными и экономическими проблемами. В украинском правительстве заявляют об оказании помощи славянцам. Насколько реальна эта помощь? Будем следить и докладывать зрителям в следующих выпусках программы Донбасс Реалии. Оставляйте свои отзывы и комментарии о нашей программе на сайте радиосвобода.орг. Ставьте тег Донбасс Реал. Следите за нашим фейсбуком и твиттером. С вами был Алексей Мацука. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин